Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. Мы говорили вера и послушание, помните, да? И что такое грех? Грех – это когда мы замещаем волю Божью своей собственной волей. Но послушание – это самое главное, чего хочет от нас Бог. Вы готовы отдать то, что вы любите больше всего? Мы вообще не готовы на это сейчас сказать, да? Мы можем сказать, да, я готов, Господи. Помните, как Петр говорит, «Я тебя не предам, Господь, все тебя предадут. Один, я тебя не предам». Пока ситуация не наступила, никто не мог узнать, так оно будет или нет. Вот и в нашей жизни будут ситуации, которые действительно покажут, а что в нашем сердце. А кто в нашем сердце? И вот когда ему сказал, Господь, отдай сына, которого ты любишь, знаете, можно было много чего подумать в этот момент, и можно много было чего сказать Богу и сказать, Господь, ну как-то не вяжется, логики нет. Вот ты сначала дал его мне, а потом забираешь. Зачем тогда ты мне дал, если ты забираешь? Да? Ведь я ждал этого чуда так долго, 25 лет я ждал. И что теперь? На старости лет ты забираешь у меня сына. Знаете, можно было обидеться на Бога и сказать, я всю жизнь верил, я всю жизнь послушался, ушел из своего ура халдейского и прожил всю жизнь в пустыне и в шатрах. Кстати, в Уре была нормальная жизнь, я вам скажу, достойная. Была даже водопровод и канализация, чего у нас даже нет где-то. Он мог сказать, я мог бы прекрасно жить там, но куда я потратил всю свою жизнь, свои лучшие годы? По пустыням и по пустыням бродил. И вот ты у меня забираешь самое драгоценное. Ну вообще, конечно же, мы знаем, что это дар, да? Дар, который дал Бог. Бог вам дает дары? Конечно, дает дары. Он дал нам свою жизнь, Он дал нам жену, да? Жена для вас дар или муж? Тихо, кто-то думает, дар это или проклятие, да? Благословение или проклятие? Что бы еще вам дал Господь, а? Тещу дал еще вместе с женой, да? Что он еще дал? Дом, может быть, дал, машину дал, служение дал. И что вы так сильно любите? И вдруг он говорит, отдай, отдай. Отдай. Вот как вот на самом деле сложно понять, ну что бы тебе Бог сказал, отдай вот из всего перечисленного выше, что бы ты отдал? Мы, знаете, мы хотим обычно отдать, что нам не жалко. Тещу забери там. Вот это забери. Может, он бы сказал, Измаила, давай Измаила, а? Он такой непутевый, вот, что Исаак, смотри, какой хороший сын, нормальный, послушный. А вот Измаила, как осел постоянно, давай Измаила лучше. Давай вот. И нам хочется, знаете, так поторговаться с Богом, чтобы что-то ему дать такое, что нам не надо. Говорит, не, 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 говорит, именно вот его. Знаете, Авраам тоже мог тогда как бы прикинуться, сказать, а я не понял вообще, что сказал Господь. Потому что он не может так Бог сказать, сначала отдай, потом говорит, отдай. Это, наверное, не от Бога, это от сатаны, наверное, замолчи. Или он мог вообще сказать, надо что-то делать, надо линять куда-то, надо спасать сына. И у него был бы план так, куда бы нам убежать, куда бы нам спрятаться, чтобы не отдать сына, чтобы не сделать то-то или вот это. А может быть, он вообще говорил, Господи, забери меня старого. Ну зачем, зачем, он молодой, пусть поживет. А я уже старый, Господи, сам залезу на жертвенник, сам себя убью даже, но только его не трогай. Ну как отец, да, хочется защитить своего сына. Но, но, я не знаю, как бы мы все отреагировали, оно написано, но Авраам исполнил то, что сказал ему сделать Господь. Правда? Написано в Битии 22.3, что Авраам встал рано утром. То есть, это у него было действительно такое безоговорочное, безотлагательное послушание. Он не тянул резину. Знаете, можно тоже было подумать, ну еще один день с сыном, ну еще два, ну еще недельку Господь дай, ну месяц, ну ладно, полгода, полгода я подготовлюсь морально, я вот как-то вот созрею, Господь, тогда дам. Нет, как только ему сказал Господь, написано, встал рано утром. Рано утром, друзья, так же, как на молитву. Кому-то надо свою подушку, как Исаака, отдать в жертву, чтобы рано встать утром. И не говорит, вот-вот на той неделе буду молиться, вот на той неделе буду то, потом вот это. Нет, он встал рано утром, он сразу это сделал, оседал осла, взял двоих отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Вот так вот мы видим, что Авраам верою, опять что, повиновался, да? Верою Авраам повиновался и здесь. И у него было три дня пути. За три дня, знаете, можно сколько надумать? Сколько можно надумать? И вообще, как можно три дня идти и вот думать, что вот-вот остался один день. Вот один день десять минут, один день тридцать минут и так далее, и так далее. Что можно было за эти три дня надумать? Может быть, можно было бы десять раз уйти, убежать, остановиться, передумать. Но Авраам шел верою, Авраам повиновался Богу. Знаете, вот на этом фоне я хочу вспомнить историю про царя Саула. Вы помните царя Саула, да? Это был первый царь Израиля, он прошел кастинг, он был самый высокий среди всех израильтян, он был самый красивый. То есть его было легко найти и увидеть, он был всех выше. Сразу, если все стоят, о, вот он, Саул. Кто будет царем? Саул будет царем. И вы помните, что Саул, когда начал свое царствование, он, в принципе, нормально двигался, нормально был послушен, но где-то постепенно он утратил нужду в Боге, да? Он как-то стал больше на себя полагаться, он стал больше принимать славу от людей, потому что он слушал, как люди скажут, что народ скажет. Не что Бог скажет, а что народ скажет. И когда Бог ему дал задание уничтожить врага, всех там причем уничтожить, и людей, и животных, и царя, в том числе всех, то он этого не выполнил. Давайте прочитаем, что он сделал. Написано, но Саул и народ пощадили Агага, и лучших из овец, и валов, и откровленных ягнят, и все хорошее не хотели истребить. Ого-го, да? Чего они сделали? Они решили заменить волю Божью на свою рационально-логическую волю. Зачем убивать хороший скот? В хозяйстве пригодится, да? Зачем? Потому что мы что, дураки, что ли, они так говорят? Мы что, дураки? Убивать хорошее, лучших из овец и валов. Они там еще отбирали, так, этому капут, этому не капут. Так, эти откорленные ягнята, эти хорошие, но замечательные. И не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. То есть, как иногда человек поступает? Мы как бы говорим, что мы умней Бога все-таки. Потому что Бог нам сказал это все сделать. Все. А мы говорим, нет, нет, Господь, ты что? Ты что, зачем добро портить, да? Добро нужно оставить. И царь пригодится, может, выкуп, кто за него еще даст, да? А так раз и все, и ничего не останется. Но смотрите, что ему говорит пророк, да? Зачем же ты не послушал глаз и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа? И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы. Повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление, что идолопоклонство. Аминь. Послушание – это то, что ценит Господь. Если он сказал так, не надо вносить распредложение, что ты считаешь, а лучше было бы вот так. Вы знаете, вот, может быть, действительно, в глазах людей было непонимание. Ну, как бы, ну, нормальный царь, все нормально сделал, и себе, и людям, как говорится. А так-то что было бы, да? Но, что говорит ему пророк? За то, что ты отверг Слово Господа, он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал ему Саул Самуил, и так далее. И дальше ему говорит Самуил, ныне отторг Господь, царство израильское, от тебя, и отдал его ближнему, твоему, лучшему тебя. Видите, опять, кто лучше-то? Кто лучше? Кто всегда лучше? Кто выше? Кто сильнее? Кто красивее? Кто талантливее? Кто лучше? Кто послушнее? Вот тот и лучший в Царстве Божьем. Как ты можешь определять, кто лучше? Бог говорит, я вот так и определяю, кто лучше. И смотрите, что интересно, что в чем здесь большой урок, который мы должны увидеть. Потому что, когда Бог сказал, от тебя отошло царство, это не произошло моментально. Еще много лет он был царем. Понимаете? Много лет. Поэтому проблема часто для нас в том, что когда мы не послушны Богу, гром не гремит сразу. Молния не бьет нас в лоб. Потолок не обваливается. Или еще что-то не происходит. И потому что это не произошло сразу, мы думаем, о, ничего страшного. Да? Ничего страшного. Как бы, ну, и небо еще синее, и трава до сих пор зеленая, и я еще живой. И как бы ничего страшного не произошло. Но в невидимом, в духовном, царство уже отошло от него. рука Божья отошла от него. Власть Бога отошла от него. Хотя в материальном, физическом, вроде бы, все было так, как и есть. Поэтому часто люди не понимают важности послушания. Важности. Потому что есть много моментов, которые никто не видит, и которые никто не знает. Но ты видишь, и Бог видит. Ты знаешь, и Бог знает. И Бог показывает тебе, и говорит, что тебе нужно убрать из своей жизни. И даже если ты сделал что-то, но не сделал все, это не засчитано. Не засчитано. Но на сколько, к примеру процентов, как вы думаете, Саул был послушан. Насколько? Армию разгромил? Разгромил. Этих покарал? Покарал. Это в главном-то что? Кажется, в главном-то, в главном-то вроде бы все сделал, но он не сделал все в точности. Аминь. Поэтому мы иногда себя как бы успокаиваем. Ну, Господи, как бы я в главном-то, ну, нормально же все, как бы у меня, в общем-то у меня все хорошо, в общем-то. Но вы знаете, Бог говорит, а мне, в общем-то, не надо. Мне, в общем, надо, чтобы все было самым лучшим образом. Потому что Бог, Он совершенство, и Он нас призывает к этому совершенству, чтобы мы были совершенны, как Отец наш, Небесный совершен. Поэтому, возможно, никто ничего и не понял-то, что произошло, да? Вроде бы ничего, никто не понял, но это произошло между Ним и Богом. Царство отошло от Него. Может быть, в этот момент, как сказать, в день праздника все праздновали победу, пуляли салюты, никто не знал, что произошло. Это как вот корабль, я говорил, да? Он дал трещину, вода заполняет уже его трюм, но наверху-то не видно, что он тонет, да? Наверху кажется, что как будто бы все нормально, как будто бы все хорошо, но не все хорошо. Итак, давайте дальше мы почитаем про Авраама. И вот написано, «И в третий день Авраам возвел отче свое и увидел то место издалека и сказал Авраам отроком своим, остановитесь, вы здесь с ослом». Вот это эти дни, эти дни, которые шел Авраам, о чем же он думал, о чем он думал, что было в его сердце, что было в его голове, что там происходило. Вот смотрите, что он думал, я думаю, и он говорит, «Останьтесь здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда, поклонимся и возвратимся к вам». Аллилуйя! Вы знаете, вот вера Авраама, она вот везде, она проходит в его словах. Он не сказал, что «я один приду». Нет, он сказал, что «мы придем». Мы придем вместе. Вот поэтому, поэтому написано, что в Евреям 11.17 «Верую Авраам, будучи искушаемым», то есть испытываемым, принес в жертву Исаака. И что тут написано, друзья? Давайте внимательно напрягитесь. Что сделал он? «Верою принес в жертву Исаака». Вообще принес он его в жертву или нет? «Верой он уже его принес». Правда? Он уже это видел, как это уже свершившийся факт. «Верой он принес в жертву Исаака, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал». Вот о чем он думал? Давайте подумаем. «Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование». Вот о чем он думал. Он не думал, что все, конец жизни, все, я в обиде на Бога, годы прошли зря, Бог меня обманул. Знаете, как вот дьявол нам всегда, да? Он говорит, а вот смотри, какой Бог, а он какой нехороший, а вот он это обещал, а вот он так сделал. Если бы Авраам повелся бы на все эти мысли, которые Сатана посылает, он бы, конечно, не дошел до этой горы, он бы этого не сделал, просто убежал. Но он пленял свое помышление послушанием Богу, правда? Это требует силы? Требует. Это требует веры? Требует. Но он шел и он думал, а какие мысли такой человек, да? Он шел, думал, он думал совершенно о другом, он думал, он верил, что если Бог дал мне сына, и он обещал, что через него произойдет великое множество, то даже если он умрет, Бог его воскресит снова. Понимаете, как он шел? Он не шел такой вот, нет, он шел с верою. И поэтому он слушался, послушался. И потому что, если у нас нету веры, мы и непослушны, друзья. Если у нас есть вера, мы послушны. И мы послушны, потому что мы верим тому, что сказал Господь. И он верил, что Бог исполнит обещанное. Смотрите, другой перевод говорит, может, более понятно будет еще. Авраам считал, что Бог может даже воскрешать из мертвых. И, образно говоря, Исаак был действительно возвращен ему из мертвых. Понимаете? Точно так же, как Иисус, Он еще не был на кресте, но уже Он был на кресте в Гефсиманском саду. Почему Он так молился? Почему Он так верил? И вот эта борьба, которая происходила, это уже произошло там. Вера, она осуществляет. Аминь. Вера есть. Это происходит по вере. Поэтому я думаю, что Авраам также вспоминал, когда он шел, он вспоминал, как же Бог ему дал сына. Как он ему дал? Он дал ему по вере. Это было великое чудо. Вот я вам прочитаю это место Писания, что в римлянах написано, Он же сверх надежды. Поверил с надеждой, через что сделал с отцом многих народов по сказанному. Так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший вере не помышлял, что тело его почти столетнего омертвело. Я верю, что когда он шел, он вспоминал это. Он вспоминал, как же Бог ему дал сына. Как же это произошло? Потому что мы часто забываем, что Бог в нашей жизни сделал много чудес. Много, много чудес произошло в нашей жизни. Многие вещи мы получили по вере. Но почему-то, когда приходит какое-то испытание, вдруг человек как будто бы начисто забывает о тех чудесах, которые были в его жизни. Поэтому Бог напоминает тебе, говорит, вспоминай и благодари. Верь и благодари. Верь и послушайся. Аминь. И написано, что он не поколебался в обетовании Божьем, не верил, но прибыл тверд верим, воздав славу Богу, будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Аллилуйя. Будучи вполне уверен, вполне уверен. Вот когда мы уверены, когда мы верим Богу, мы слушаемся, потому что мы почитаем Его. Если Бог это сказал, самая великая личность, самая лучшая, самая любящая, самая мудрая, самая прекрасная личность, если эта личность мне сказала что-то сделать, то я буду это делать в послушании. И написано, потому и вменилась Ему в праведность. А впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что вменилась Ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим, в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Понимаете? Праведность, она по вере. Твоя правильная жизнь, она по вере. Послушание, оно по вере. Поэтому это не только для Авраама, но это также и для нас. И то, что происходило в жизни Авраама, будет происходить и в нашей жизни. Но давайте вернемся к Аврааму, что там происходит в этот момент. И написано, что Авраам взял дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего. Взял в руки огонь и нож и пошли оба вместе. Вы знаете, вот одна сторона это Авраам, а другая сторона это также Исаак, правда? А что Исаак думал? А что он чувствовал? Тот, который нес на себе эти дрова, что он думал? Ведь он спрашивал же отца, а где Агнец? И многие теологи говорят, что на самом деле это прообраз того, что сделал Бог, как Бог отдал своего сына Иисуса. И подобно вот этим дровам, которые нес Исаак, Иисус Христос нес свой крест, идя на Голгофу. Они шли на свою Голгофу, они шли на свою гору. Что переживал отец и что переживал сын? Но они шли вместе. Они шли вместе. Вы знаете, сын мог бы почуять неладно и тоже где-то дать деру и сбежать. И вот давайте дальше прочитаем. И начал Исаак говорить Аврааму отцу своему и сказал ему отец, и сказал, отец мой, он отвечал, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, где же Агнец для всесожжения? Авраам сказал, Бог усмотрит себе Агнеца для всесожжения сын мой и шли далее оба вместе. Опять написано их единство, они шли дальше оба вместе. Наверное, наверное, самое, самое, наверное, страшное момент, момент, ту-ду-ду-ду, вот они и пришли, вот они и дрова, вот он сын, вот он нож. Представляете, вот в этот момент, например, мог дрогнуть и Авраам, и Исаак, и вдруг бы Исаак закричал, я жить хочу, я убегу. Исаак, Авраам, видя это, берет полено и по голове Исааку, да, наркоз, анестезия, чтобы не дергался, да, он его тогда легко свяжет. Нет, мы не видим здесь никакой борьбы, мы не видим здесь никакого сопротивления. Также написано было об Иисусе, что он, как Агнец, да, был введен на заклание. Написано в Евангелии от Анна, написано, на другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И в Римлянах написано, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. И вот эта картина, эта пророческая картина, то, что происходило там, происходило с Авраамом и с его сыном Исааком, но, опять же, хочу повторить, что это было полное послушание Авраама. Он взял и он был готов это сделать, да, не то, что он опять начал говорить, что-то спички не загораются, ножик потерялся куда-то, веревку не могу найти или там разные другие вещи, как мы иногда, мы знаем, что нам надо сделать и нам надо сделать сейчас, но мы вдруг начинаем какие-то вот придумывать отговорки, придумывать какие-то аргументы, чтобы вот только бы нам не сделать. Мы видим, что Авраам верою повиновался. Аминь. Во всем, как он жил, это была его жизнь, послушание Богу и здесь, и в этот момент, когда уже все было готово и он занес эту руку, ангел его, что, останавливает. Ангел его останавливает и простер Авраам руку свою, взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я, ангел сказал, не поднимай руки своей на отрок, а не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего единственного для меня. И возвел Авраам очи и увидел, вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Потому и ныне, говорится, на горе Иеговы усмотрится. Аллилуйя. Ответ пришел, да, ответ пришел, когда, казалось бы, ответ не придет, но у Авраама была вера, у него была уверенность в его духе. Знаете, я сейчас не буду читать историю, которая была с Саулом, но у него была еще одна история, когда он не дождался Самуилом, помните эту историю? Когда враги, филистимляне, идут, их много, народ разбегается, и вдруг Самуил не приходит, он его ждет, ждет, он не приходит, он ждет, он не приходит, мы молимся, ответ не приходит, мы должны ждать, но мы вдруг, надо что-то делать, надо что-то делать, надо что-то делать, и вот он начинает делать. Он взял на себя ту роль, которую он не должен был на себя брать. Он не был уполномочен приносить жертвы в этот момент. Понимаете, почему? Потому что Саул в духе не имел этой чувствительности, что Бог придет вовремя. У него не было этой веры. Ему казалось, что Бог забыл, может быть, что Бог опаздывает, что Самуил заблудился, может быть, может, у него живот заболел, у Самуила. Чего только он себе там не надумывал, ну нет же его, ну вот, ну нет же, ну он уже должен быть уже, вот люди разбегаются, вот армия приближается, ой, как страшно, ой, надо что-то делать. Знаете, мы иногда ведомы не верою, а именно каким-то страхом, надо что-то делать. Знаете, если Бог говорит, не делай, значит, ничего не делай. Когда Бог тебе не говорит, Он тоже тебе говорит. Аллилуйя! Что ты говоришь, Господи, ну скажи, 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 что там с Самуилом произошло, что там у него, может быть, с ним что-то случилось, может быть, то, а Бог ничего не говорит. А когда Бог тебе ничего не говорит, Он тогда тебе говорит, делай, что Я тебе сказал делать. Аминь. Ты должен ждать Самуила, ты должен ждать, что Бог придет вовремя. Не надо коней гнать, не надо делать то, что я тебе не сказал делать. И поэтому мы видим, как Авраам на самом деле был вместе с Богом. Почему Бог его назвал своим другом? Потому что он знал, в своем духе он имел эту уверенность. И он делал это из веры. Его послушание было из веры. И в нужный момент Бог явился, Бог дал ответ, и Он сказал ему, я благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословерца в семени твоем, все народы земли, за то, что ты послушался глаза моего. Аллилуйя. Знаете, вот благодаря личной вере Авраама мы все благословлены. Потому что через Авраама, да, пришел и родился Иисус Христос. Через поколение Он пришел. Поэтому наша вера и наше послушание, оно тоже повлияет. Оно повлияет на следующее поколение, на других людей. Поэтому мы должны всегда отдавать себе отчет, что моя жизнь, это не только моя жизнь, и мое послушание, это не только мое личное послушание или непослушание. Это еще на ком-то отобразится. Это еще на кого-то повлияет. И поэтому то, что лично сделал, и то, что лично верил Авраам, мы через него послушание получили все благословения. Слава Богу. Аминь. Давай встанем на свои ноги, и мы помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за это слово, мы поклоняемся Тебе. И мы просим Тебя, прости, прости нас, прости наше непослушание, наше непонимание, нашу самоуверенность или еще что-то, что мы делали. Мы стоим здесь, пред Твоим лицом. Мы стоим здесь, пред Твоим престолом, Господь. Потому что мы верим, что Ты здесь, Ты на этом месте. И мы верим, и мы знаем, что Ты говоришь это для нас. Ты говоришь это в нашу жизнь. Ты видишь, как мы берем это слово. И как мы применяем его в своей жизни. Ты видишь, как уходит всякое неверие, всякое сомнение. Ты видишь, как мы избавляемся от всякого непослушания. Потому что послушание, как и вера, это наш выбор. Мы выбираем, как верить, так и слушаться Тебя. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.